Если проблему нельзя решить, ее можно зарыть. В общественной палате Крыма предполагали, что мусороперерабатывающий комплекс Каменки может негативно воздействовать на окружающую среду. Собственно, так думают и многие жители этого массива, и многие общественные деятели. Сейчас как раз-таки обсудим эту тему. У нас в студии Анатолий Петров, директор организации ЖКХ «Контроль Республики Крыма», и Сергей Дубовик, лидер общественной организации «Стопхлам Крым». Не путается с «Стопхамом», я так понимаю, Сергей. Господа, в любом случае, Каменка. Извечная проблема – это просто обилие мусора, летающие пакеты на всех деревьях, как новогодние елки, только, к сожалению, в негативе. Наконец-то жители дождались, что там происходит рекультивация, и вот производство скоро, не производство, а в принципе начнет функционировать мусороперерабатывающий завод, мусоросортировочный. А жители, насколько я понимаю, Сергей, да, вы общались с местными жителями, они разделились на два лагеря. Почему? Вроде как бы решают проблему. Объясню, потому что есть люди, которые, в принципе, понимают ту пользу, которая будет от сортировки мусора, да, то есть его, естественно, будут сортировать, значит, его будут увозить, его будет становиться меньше, будет меньше попадать в окружающую среду всякой гадости. А есть люди, которые просто не верят в эти начинания, потому что есть опасения того, что сейчас какой-то возьмется оператор это делать, вдруг он захочет прекратить свою деятельность по каким-либо причинам, это все опять остановится, эта свалка опять останется на месте. Понимаете, людям бы очень хотелось жить в комфортных условиях, а сегодня они, получается, живут как будто в Чернобыле, грубо говоря. Вы понимаете, сколько уходит этих ядов в почву, а там воды-то нет централизованной, люди делают скважину. У меня недавно товарищ купил там дом, я его очень сильно за это ругал, я говорю, ты хочешь, чтобы твои дети онкологию получили? Какую скважину ты тут собрался бурить? Этого нельзя делать. Этот полигон, естественно, нужно цивилизованно, грамотно подходить к этому вопросу. Мы прекрасно понимаем, что с 1981 года этот полигон там существует, и, естественно, его никто не рекультивировал, никто не трамбовал, и все это просто навалом происходит выделение метана, там высокая температура. То есть это, по сути, бомба замедленного действия. Господа, я предлагаю не обсуждать в таком случае эту бомбу замедленного действия исключительно в рамках студии. Давайте подключим телезрителей. Господа, если есть, особенно жители массива Каменка, если есть какие-то вопросы или предложения, можете звонить нам в студию, услышим мнение реальных жителей, те проблемы, которые беспокоят их касательно рекультивации самого мусорного полигона и, собственно, возможного функционирования завода мусоросортировочного на территории массива Каменка. Ну, Анатолий, вот если говорить, там же сейчас, в принципе, рекультивация происходит, да? Нет, разделить проблему надо. Есть старый наш полигон в виде свалки огромной, рекультивация идет, там все в графике, и с ним, я уверен, что будет со временем все нормально. Ну, вот хорошо, вернемся тогда к заявленной, в первую очередь, теме, мусоросортировочный завод. Насколько я знаю... Инвесторы решили построить мусоросортировочный завод, да? Ну, сразу же надо... Вы против или за? Давайте разберем проблему по частям. Первое. Сортировка, мусор, весь шток обращается в Крыму, он должен сортироваться. Это обязательное условие, то есть все компоненты полезные должны быть обязательно отсортированы. И это все предусмотрено в территориальной схеме обращения отходов в Республике Крым, которая утверждена нашим правительством, да? Посмотреть на ту схему, она в открытом доступе, любой может увидеть. Где должна быть сортировка? Где она должна находиться? В схеме четко указано. Это за чертой города. Поэтому, о чем дальше говорить, да? То есть теперь схема предусмотрена, но это, еще раз повторюсь, за чертой города. Это в сторону Московской трассы, где-то там, на каком-то участке, инвестор должен был это построить. Хорошо, Атолий, тогда скажите, а каким образом, в принципе, удалось этому инвестору построить мусоросортировочную линию в черте города? На глазах, в принципе, и у властей, и общественников? С 1 января, мы знаем, всеми вопросами организации обращения отходов у нас занимается региональный оператор. То есть вопрос к нему, насколько я знаю, с их оператором общался, все это время, у них это вызывает, мягко говоря, какое-то удивление. Потому что есть вопросы. Первое, она должна быть построена четко по схеме. Ну, это закон. Все должно быть по схеме. И второй важный момент, это тариф, который появляется. У нас есть тариф на вывоз куба мусора нашего, 250 рублей, утвержден комитетом по тарифам. Ну, и в пересчете на нормы накопления, все мы получили 50 рублей с каждого человека. Это все уже знают Крыму. Теперь появляется вот этот тариф, который утвердили для вот этой сортировки комитет. Добавляется еще там около 72 рублей. Ну, говорили же, что я читал новость за... Куда приткнуть эти 72 рубля? Я читал новый 17-18 год, когда только планировали, да, этот проект. Там говорили о том, что никакого повышения не будет. Обманули, получается? Ну, пока что никто не обманул, потому что это еще и висит в воздухе. Само существование, насколько я понимаю. Потому что, я же говорю, он не в терсхеме. Тариф пока что приткнуть некуда. Ну, и сам рекоператор должен как бы решить, как это все будет происходить. Потому что перенаправить по схеме надо. Это маршрут движения транспорта, да. То есть, есть один маршрут, теперь надо изменить маршруты, завозить туда. И потом, что будет с этим мусором. Опять же, производительность этого завода, если мы сравним с тем мусором, который у нас производит наш город, ну, завод просто не справляется. Это не его производительность. Господа, ну, у нас есть первый звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, собственно, я думаю, вы понимаете, о чем мы говорим, да, мусоросортировочный завод на территории Каменки. А вы житель Каменки, нет? Я живу непосредственно в санитарной зоне, в 500 метрах от данного комплекса. Как вы относитесь, в принципе, к наличию такого... Соседства. Соседства, да, спасибо. Ну, очень остороженно, потому что я лично обращался во все органы, в администрацию, в том числе, чтобы хотя бы ознакомиться с инвестсоглашением. Что это такое, ничего, какие требования, какие экспертные заключения были. По настоящее время ничего этого нет, не предоставляют жителям массива. Нами было организовано собрание, публичное мероприятие, где мы изготовили открытую резолюцию и направили ее как президенту Российской Федерации, так и в различные надзорные контролирующие органы, в том числе и главе Республики Крым. Мы обеспокоены тем, что этот комплекс строится как бы скрытно, нет никаких документов в доступе открытым. Например, рекультивацию делают, да, так, пожалуйста, мы открываем, мы смотрим все этапы этой рекультивации. А что это за вод, что это за 4 гектара земли под компостные ямы, что, почему санитарная зона уменьшена до 500 метров. Ну, это все вопросы, вопросы, и это получается. У нас дети, у нас скважины. Ну, что будет? И самое основное, вот смотрите, прокуратура Крыма отреагировала на наши обоснованные, как я считаю, заявления, возражения. То есть, будет, когда, например, курор Крыма выиграет в арбитраже иск о расторжении данного МВС-соглашения, а завод запустится. Кто будет отвечать за это, что он запустится, суд потом скажет, что нельзя, расторгают договор этот. Ну, спасибо. В принципе, понятно, да, что потом экране не найдешь, действительно. Ну, вот, Сергей, насколько я знаю, вы пытались разобраться в этой проблеме. Вам удалось увидеть какие-то, хоть какие-то документы? Нет. Документов в открытом доступе нет. А вы, в принципе, обращались к владельцу, инвестору, к директору с требованием предъявить? Нет, пока мы еще не обращались, но мы собираемся обязательно это сделать. А общались хотя бы просто как люди? На данном этапе мы мониторим ситуацию, собираем информацию, вот, и очень сильно хотим, конечно же, помочь жителям не только Каменки, но, в принципе, всего Крыма, потому что это не единственная свалка, которая есть у нас в Крыму, и я думаю, что нужно построить грамотно этот процесс и поставить его на систематизацию, потому что, извините, у нас курорт, к нам люди едут, чем мы их будем удивлять? Вот этими разбросанными пакетами, посмотрите на мраморные пещеры, как едешь, да, вот поворачиваешь с трассы с Ялтинской, ну это просто ужас, это ужас, ребята. Ну как можно такое допустить? Пока там инвесторы находятся одни, потом они меняются, что-то у них происходит, они там, я не знаю, чем свои, каким местом думают, а человек правильно задает вопрос, у нас дети, мы, в принципе, сегодня стараемся не для себя, мы стараемся для детей, для своих, что мы им оставим после себя? Давайте делать грамотно, мы не пытаемся пиариться, мы не хотим, там, на этом заработать денег, нет, мы хотим просто, чтобы мы выходили гулять со своими детьми на детскую, то ли площадку, то ли в лес, то ли там поехать кому-то в гости, даже в ту же каменку и проезжать мимо вот этого всего, это просто страшно смотреть. Анатолий, ну вот с другой стороны, да, если просто человек придет, потребует документы, может, ему и не покажут, но когда это общественная палата Республики Крым, да, совсем другой разговор. Насколько я знаю, в свое время вы требовали документы, да, и экологическое заключение, и проектную документацию. Мы ходили к нам в палату и рассказывали, ну, пока что на картинках, разговор был такой, на картинках, когда я задал вопрос, где проект, где экологическая экспертиза, ну, оказалось, что этого нет, я говорю, ну, раз этого нет, значит, строить пока что нечего, давайте сначала изготовьте все это, утвердите, тогда придете с этими документами, мы тогда рассмотрим, посмотрим, почитаем, и как бы будет о чем разговаривать, это был беспредметный разговор, они ушли с твердым обещанием, сказали, как только будет готово, мы сразу же первым делом перейдем в общественную палату, соберем широкую общественность, прессу, экспертов, и вместе обсудим этот вопрос. Ну, на сегодня, вот уже какое число, завод собираются сдавать, но пока что не только общественная палата, но и жители Каменки, Симферопольца, никто не знает, где это. Ну, лет через 10, может, покажут, хотя... Если это вообще... Знаете, говорят, что ничего не бывает более постоянное, нежели временное, да, и насколько я знаю, на три года всего планировали этот завод построить, а что потом? Ну, согласен с вами, смотрите, если человек что-то скрывает, вызывает еще больше опасений, мы понимаем, да, надеюсь, это, как бы, недоразумение в ближайшее время будет преодолено, и потом вы правильно сказали насчет временности. Этот завод, действительно, когда говорили, пытались нас убедить, говорили, что это будет на три года, пока не будет построен, а то, о чем я говорил, за городом, нормальный, который будет долго действовать, и на многие годы будет работать. Да, это будет обязательно частный, ну, возможно, частный инвестор, возможно, рехоператор как-то найдет у себя там какие-то резервы и сможет он построить, но это задача рехоператора. И тогда говорили нам, что вот на три года, а через три года мы соберем этот завод и увезем, где он нам, куда им понадобится, этому инвестору. Ну, когда я вот заехал недавно и посмотрел, залили все бетоном, площадку, да, ну, понятно, если аэродромными плитами, это было временно, действительно, понятно, что можно собрать и увезти. Это что, бетон потом через три года, если он проработает, через три года, что его надо будет долбить, а кто все негативное воздействие на окружающую среду, как это будет восстановлено. А вернуть участок надо будет через три года, как, если действительно это все произойдет и будет работать, через три года надо вернуть участок в том же состоянии, экология, все должно быть восстановлено и быть точно таким же, как до того, как они вот зашли туда и вот это вот начали там свою какую-то хозяйственную деятельность. Господа, но с другой стороны, вот у меня тоже вопрос. Я против того, чтобы инвестор заходил в тени, не предоставляя, в первую очередь, общественности документов. Потому что люди, безусловно, особенно те, которые живут там, они должны знать, что на их территории, что в их доме происходит. Но, тем не менее, вопрос достаточно здравый. Извечно была эта проблема. Проблема каменского массива, проблема мусорной свалки, мусорного полигона. Но вот в кои-то веки начали ее решать. Вот там начался процесс рекультивации. Установили мусоросортировочный завод. Сейчас не документы. Каменка на сегодня имеет нарицательное такое. Когда человек говорит каменка, сразу все думают. Ассоциации у меня лично пакет. Ассоциации сразу. Полиэтиленовый пакет. Свалка, мусорка. И вот, наконец-то, рекультивация. Мы все вздохнули. Думаю, ну, я думал вообще тому человеку, кто это, ну, тот мэр, при котором это произошло. Чуть ли не памятник надо было поставить, потому что десятилетия все, как бы, спорили об этом. Все ругались. Помните, как дороги перекрывали. Это же все происходило в Симферополе. Ну, резонанс сейчас очень нехороший идет. И, наверное, не надо допускать до этого. Если этот завод действительно временем... Почему настолько недовольны? Ну, потому что люди привыкли, что если все, что связано с мусором, это потом все аукнется. И Каменка никогда от такого нарицательного имени не избавится. И я же хочу сказать. Раз он временный, раз его можно собрать и перевести, давайте все-таки поставить задачу определенному органу. Пусть выделят этот земельный, наконец-то, участок за городом. И раз он временный, на чего можно собрать, я так понимаю, и вывезти туда. Пусть сразу туда и вывозят. Вот этот инвестор молодец, потому что сортировать надо. Это неоспоримо, тут нечем даже разговаривать. Мусор должен быть отсортирован, всякое полезное должно быть изъято. Так давайте дадим, пусть он еще время потратит немножко, но перевезет и поставит там, где он будет. Пусть он стоит там всегда, работает. Анатолий, ну вот говорите, что ассоциации с Каменкой. Ну, действительно, к сожалению, вызывают не всегда самые хорошие, если мы говорим о мусоре и пакетах, которые постоянно там летают. Сергей, но с другой стороны, вот рекультивация. Вы заговорили о грунтовых водах, о негативном их качестве, о возможных последствиях на организм человека, людей, которые бурят там скважины. А что рекультивация, она же эту проблему тоже не уберет. То есть, по сути, это всегда будет грязная территория. Как минимум там столетия, а то и больше. Ну, насколько я знаю, этот вопрос, как вы правильно говорите, уже беспокоит людей много-много лет. И действительно, Каменка – это ассоциация со свалкой. Тут спорить я не буду с этим абсолютно. Но единственное, что хотелось бы сказать, есть экологи, которые проводили свои исследования. И они, в принципе, доводились до властей города, до населения, что ситуацию не изменить. Оттуда нужно людей убирать, а не эту свалку. Потому что, извините меня, за 40 лет, грубо говоря, вы представляете, сколько всего вот этих всяких химических элементов впитались в грунтовые вода? Я думаю, это касается уже не только жителей Каменки, но и, в принципе, всего города, да? Да, я же говорю, не исключено даже, что и мы пьем эту, извините, гадость. Понимаете? Вот. И что больше всего беспокоит, что каждое лето эта свалка горит. Почему она горит? Потому что мусор начинает, когда перегнивать, он выделяет метан. Вот у меня вопрос, что будет с этим газом? Будет ли газоотведение? В проекте все это есть. Газоотведение. В принципе, проект, то, что изготовлен, он прошел экспертизы, и он вот это вот сократит до минимума негативное воздействие на окружающую среду, потому что будет полностью изоляция, будет дегазация процесс, сбор фильтрата, то, что в почву попадает, то, что газ, это будут пробурены трубы, они будут собирать этот газ, он будет там перерабатываться, сжигаться, то есть переводиться в какую-то энергию, там, электрическую, возможно. Ну, поэтому, на мой взгляд, все это будет до минимума. Да, да. Мне попалась сегодня на глаза фотография, где на каменке, когда она горела, тушили ее водой. Вот это очень неправильное решение, так не должны делать. Почему? Потому что при большой температуре вода горит. И я не хочу, чтобы, допустим, повторилась такая ситуация, как было во Львове, если не ошибаюсь, когда пожарная машина вместе с командой 8 человек просто при тушении провалилась, и люди погибли. Потому что неграмотное решение. Понимаете, вот все заключается в неграмотных решениях. То есть тот человек, который берется за эту тему, за борьбу с мусором, он должен делать, как вы все правильно говорите, по схемам, по расчетам. Сергей, ну а как вы боретесь с этим мусором? Просто вот стоп-хлам, у меня ассоциация, знаете, как стоп-хам клеит на лобовое стекло, так вы условно ведра с мусором вываливаете на голову. Да, совершенно верно. Идея примерно такая и возникла по ассоциации. Почему? Потому что мы понимаем, что если мы хотим бороться с мусором, ну даже в той же каменке, я не сомневаюсь, что люди, многие, свозят туда мусор. Я не сомневаюсь, что до сих пор идет вот эта инерция, когда... В частном порядке вы имеете. Совершенно верно. Когда идет эта инерция, когда мусор везут туда, какими-то машинами, мы же понимаем, что есть оператор, который контейнерами занимается, а есть люди, которые там строительный мусор, где-то по улице проехали, там с людей деньги собрали, собрали эти мешки, приехали, полигон закрыт, куда? А рядом, в посадку. Фотографии куча. Как мы собираемся с этим бороться? Мы собираемся с этим бороться исключительно своими силами, то есть у нас есть руки, у нас есть желание, мы будем организовывать субботники, мы будем на своем сайте выкладывать всю подробную информацию касательно туроператоров, графиков вывоза мусора, будем их информировать, какие проводятся работы, прикладывать видео, фото. Также для людей мы открываем возможность с нами коммуницировать и присылайте нам фотографии, пишите, описывайте ситуацию, где там, не вовремя вывезли, скинули. Ребят, ну, я думаю, что нужно начинать с себя. А мы начали с мусорной реформы в общем, Анатолий. Ну, а в принципе, да, мусорная реформа у нас на полуострове уже в своей, можно сказать, активной фазе, а результаты по факту есть. Есть ли вообще прок в этих изменениях? Ну, на днях подвели итоги ЖКХ, которые Российской Федерации, да, мусорная тема, действительно, она одна из самых животребий, вышла на первое место. Из-за чего? Потому что, ну, и провели анализ, и вот, по всей стране такое. Люди говорят, что такое, как платили, ну, платить где-то стало не больше, у нас, слава богу, у Крыму тариф сохранился, даже где-то стал поменьше. Ну, о тарифах мы еще поговорили. Но сама система, да, пока что еще не дает того результата, потому что, ну, как было плохо вывоз, так и есть. Ну, думаю, с этим согласится наш телезритель, который тоже дозвонился нам. Добрый вечер. Добрый вечер, мы вас слушаем. Да, видимо, сорвался звонок, Анатолий, да. Поэтому сказать, что на сегодня результат, ну, получилось, у нас был прошлый год во всей стране, и у нас, в частности, в Крыму, на подготовку к этой реформе. Чтобы с 1 января новые обращения с отходом, сортировки, все должно было быть, но, к сожалению, этого не произошло. И для многих людей крымчан стало удивлением, когда они узнали, что оказывается новая система. Да, платить надо по-другому. С договорами тоже уже все по-другому. Другие люди стали вывозить другие машины, другие фирмы зашли. То есть все изменилось. Но пока что сказать, что... Сообщают, что все-таки удалось дозвониться нашему телезрителю. Добрый вечер, вы можете говорить, мы вас слушаем. Здравствуйте. Видимо, все-таки есть какие-то, слушайте. Может, мусор так влияет на связь, но... Анатолий, добрый вечер. Александр Шенфировский. Да, здравствуйте. Обсуждаем проблему массива жилого Каменка. Да, собственно, проблему мусорную. Ваше мнение, вы житель Каменки? Слышим вас хорошо, говорите. Видимо... Нет, я не житель Каменки. Я житель Каперопова. Вот. И, к сожалению, у меня была дация на Каменке. Вот. Хочетний день я поменял Каменку на Возборевский массив. И что я вам хочу сказать. Ребята, вот мы сейчас говорим... Я двумя взрослый человек. Мы говорим о металлической пакетности, о всем. О том, почему мы не начнем с себя. Лично с себя. Вот я лично, я курицу, стоятый. У меня одного бычка на даче не наляется. Я вот иду... Мне даже не лень. Вот понимаете? Не лень. Я вот иду, допустим, где-то по дороге, все. Убираю эти бычки в руке, бросить в какое-то одно место. То есть я вижу, там, где работают вот эти уборщики, я больше брошу в одну кочку, чтобы им облегчить эти трубки и все остальное. Зачем мы говорим о реактивации? Зачем мы говорим о том, что этот завод будет или не будет? Давайте мы сейчас поможем, чтобы он существовал. Какой? Не надо развивать каменский массив до такой степени. Не надо выделять никаких литвов вот этих земельных участков. Вот все, что оно здесь. Вообще мы людей подружаем на то, чтобы они действительно были вот эту воду противно. Для человека сделаны, в первую очередь, сам для себя. Сам для себя. Александр, спасибо. В принципе, понятно, ваша философия. Наверное, ее поддержат многие. Но, к сожалению, не все люди руководствуются такими принципами. Да, Сергей? Ну вот, наверное, все-таки вам, как общественнику, вопрос. А как? Вот как? Понятно. Начать с себя. Вроде все культурные люди. Вроде никто ничего не бросает. А куча мусора и куча бумажек. А как планируете остановить этот хлам, стоп-хлам? Ну, давайте, знаете, с чего начнем? Вот 14-го числа мы приглашаем всех желающих принять участие в Большом Субботнике, который мы будем проводить в Каменке. Вот. И это будет начало. И мы будем проводить подобные акции в любом районе города. То есть, если есть желание, можете с нами связаться. Наш сайт stophlamkrym.rf. По-русски пишем, маленькими буквами. Заходите к нам на сайт, делайте обращение. Мы с вами связываемся. И на любой там детской площадке, на любом сквере. То есть, мы готовы поучаствовать, потому что мы должны подать пример. Понимаете? Если мы не будем этого делать, то все будут об этом говорить, а делать никто не будет. А мы готовы проводить эти акции. Мы готовы их освещать. Мы готовы не так, чтобы люди узнали спустя 3 года, что где-то там построился какой-то завод, он что-то там делает, откуда-то тарифы там расстроены. Тут люди должны быть в курсе. Вы понимаете, что те люди, которые занимаются сегодня наведением порядка в Крыму, это не крымчане. Это приезжие инвесторы. У нас что, в Крыму нет инвестора, который готов в своем доме навести порядок? Но если его нет, давайте мы будем помогать его искать. Давайте мы будем освещать, кто он такой, что он готов сделать. Все поэтапно, чтобы человек видел, куда каждая копейка потрачена. Понимаете? Сергей, спасибо. Хорошая инициатива, Анатолий. Но с другой стороны, можно понять людей, которые платят деньги за то, чтобы вывозили мусор. И, естественно, хотят, чтобы везде было чисто. Логично, да? Если мы платим за услугу, мы хотим получать эту услугу. А по факту получается, что мы платим, а мусор летает. И не только в Каменке долетает до Северополя. Вот это больше всего раздражает. А сейчас мы платим 50 рублей в месяц. Каждый человек. Правильно, да? Почему-то Крымэнерго это собирает. Вот мне пришло лично две платежки уже. Я законопослушный гражданин, всегда все плачу вовремя. Но их не оплачиваю. Я через интернет-банкинг этого сделать не могу. А идти в банк и платить 50 рублей плюс комиссию 50 рублей мне не позволяет практичность. Разве это правильно? Вы сначала обустройте, как положено для людей, так как должно быть. Нет, потому что рехоператор. Мы обсуждаем, конечно, в основном это рехоператор. То, что в основной части Южный берег сегодня не говорим. Хотя там, кстати, ситуация намного получше. Хотя тоже есть над чем работать. То, что касается всего Крыма, где рехоператор у нас, Крым это ресурсы. Вот эти три месяца ушли, конечно, на преодоление больших трудностей, которые надо было, конечно, в том году преодолеть. Но оно все-таки преодолевается. И система меняется. Они стараются мониторить ситуацию, жалобы рассматривают. И как бы все это улучшается. Вот тот же интернет-банк уже по интернету можно оплачивать. Уже можно. Они ставят сейчас такие аппараты специальные в некоторых населенных пунктах. Ну, в основном в районы, города, чтобы поставить. Чтобы человек мог подойти в терминал и оплатить. То есть, в начале было, да, там 30 рублей брало РНКБ. Сейчас идет договоренность. Я думаю, со временем это все сведется к минимуму. Все-таки эта система, ну, она динамично все-таки развивается. Вот нужно отметить, что все-таки, если быть справедливым объективно, да, они стараются. И я думаю, со временем, причем таким коротким временем, если сравнить вот как капремонты, да, вот до сих пор там проблемы, ну, сравнивая две организации, у этой, конечно, намного лучше все получается. Господа, ну, будем надеяться на то, что все-таки каждый будет справляться со своими обязанностями и функциями правильно, так как должно это быть. И все-таки у нас, не только в Каменке, да, но и, в принципе, всему Крыму будет чисто яд. И все-таки с народом посоветуются, да? И посоветуются, да. В первую очередь с Анатолием Петровым из общественной палаты. В том числе. Господа, я благодарю вас за беседу, зрителей за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.